Утром в субботу было проведено внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Это связано с тем, что в течение последней недели в Славутище зафиксировано 15 новых случаев заболевания ковид. Коротко об основных решениях комиссии. Это то, что на загальнодержавном уровне прописано и то, что мы должны выполнять обовязково. Если посмотреть на 15 случаев, то 7 из них в домашних условиях в легкой форме, слава Богу. 6 потребуют госпиталізації, но отказались от нее, потому что это место Переяслав и это очень далеко. Мы сегодня решим вопрос, как изменить место их лечения, а они потребуются госпиталізації в лекарне. Одна людина находится в нашей лекарне и отказалась от госпиталізації в Переяславе. Одна людина госпиталізована в Переяславе в тяжкому стану, с запалением легеней, с пневмонією. Есть среди захворілих працівники Чорнобильской АЕС. Чорнобильская АЕС проводит дополнительное тестирование, быстрое тестирование через договор с Чернигівским лабораторным центром. Тестирование просто происходит швидше. Это за гроши, это контракт с Чернобильской АЕС. Мы планируем такой же контракт мать из нашей лекарни для швидкого тестирования, потому что сегодня лишь сам период от забора материала и до отримания результатов займает 4-5 дней. Это очень много. Мы втрачаем работу с контактными, мы втрачаем работу с изоляцией контактных. И это влияет на результат. Есть вопросы по лекарни, по контактным в лекарні. Все лекарства, которые были контактными, дадут тест, как ИФА-тест, так и ПЛГР-тест, чтобы понять, насколько они в зоне риска и могут работать дальше. Потому что если идти по протоколу и всех контактных перебирать на самоизоляцию, працювать будем в лекарне. Мы будем вообще без лекарств. Мы видим увеличение кількости заболеваний среди населення на гострые и респираторные заболевания. Мы видим увеличение заболеваний по школам, близко 20% по школам и почти 15% по лецею. Потому что сегодня принято решение остановить учебный процесс, но остановить его лишь в классах, которые имеют большую динамику по заболеванию. То есть мы не остановим учебные заболевания. Мы и так провели півроку в онлайне, и качество освіти не стает лучше. Поэтому мы остановим только те классы, где есть заболевания на высоком уровне на ОРВІ, ну и, конечно, остановимся те классы, где будут контактные или подтвержденные заболевания. Мы не будем вказать стать среди школяров. И, конечно, этот класс будет на самоизоляции на определенный период. Ну, и установлены контактные люди, так же с ними работают. Дитячие садки работают в штатном режиме, конечно, кроме тех групп, где, возможно, будут контактные. А контактные могут быть, потому что есть взрослые, а они живут с детьми. Если эти дети в семьях с подтвержденными ПЛГРами, они будут контактными. И те группы, где есть контактные, мы также будем прекратить работу на определенный период на самоизоляцию для мониторинга того состояния, який есть у этих детей и у них. Прикро, что мы получили эту ситуацию. Ситуация, правда, непроста. Она, скорее всего, была прогнозована, но мы не хотели ее видеть. И в этом, мабуть, проблема, потому что население расслабилось, масковый режим не зберегается. Еще раз повторю, маска – это не для тебя, это от тебя, потому что ты не знаешь, что ты в этот период носием или нет, и наражаешь на небезпеку всех других. Понятно, что массовые заходы у нас происходят в минимальном режиме с максимальным дотриманием всех обмежений. Даже сегодняшний півмарафон – это был окременный старт через промежу отстаней. Надеюсь, что все будет нормально. И сейчас мы проводим онлайн-режим, никаких сцен, концертов, этого всего не будет. Конечно, мы не будем рисковать ни здоровьем, ни життям наших детей, ни наших людей. Бережемо себе, и тут надо понимать, что вирус не где-то там, студенты поехали до Киева, до других мегаполисов, они повернутся до дома на выходные, и они есть зоной ризики в том числе. То есть люди, которые выезжают на зону и повернутся, або те, кто приезжают из зону до нас, они потенциально могут быть носителями вируса сегодня. Это нужно враховывать. Простая гигиена, простые правила, их нужно дотриматься. Их нужно дотриматься, и тогда все будет хорошо. Мы принимаем решение, чтобы наша лекарня принимала пациентов, ведемо мы перемоги и с Киевом, и с главным санитарным лекарем. И, мабуть, для наших людей это будет полезно, чтобы мы не искали место в лекарне в Киевской области, а лековались в Савутичу и Черниговской области. Мы поднимаемся от наших пациентов, но наша лекарня до этого потенциально готова, технично готова, матеріально готова, лекарям тяжело, они на передове, их нужно берегать, без них мы не вилькуемся.